Здравствуйте, рады мои. Я показал видео, что земля не верится, доказал гироскоп. Это нам хотелось написать первую часть, потому что будет вторая часть, тоже про гироскоп. Как доказать, что земля, если она вертится, то с помощью гироскопа легко доказать. Мне подписчики написали, если отрицать вращение, значит нужно разоблачить несостоятельность опыта маятника Фуко. Давайте, рады мои, маятник Фуко. Это любирующий. Давайте так смотрим. Они говорят, что на Северном полюсе он будет хорошо показывать. Вот. Прям вот, ну, понятно. И даже показывают там опыт. Вот пока вот скачнут и вот вертят тарелку. С точки рисуют. Одинаковые. Это на Северном полюсе. А на экваторе он работать не будет. Давайте сначала, что несостоятельность там. Нам не покажут... О, как его... Он должен в Северном полушарии крутиться в одну сторону вот так, вот так маятник в одну сторону, а на южном полушарии в противоположную сторону. Нам это не показывают. Вот два разных, чтобы показать разницу. Ну, если есть, покажите мне, пожалуйста, сделайте ссылочку на видео. Второе. На Северном полюсе маятник Фуко нам не показывают. Никто не делают. Там, теоретически, там уже лучше, и все. Практику не показывают. На экваторе маятник Фуко тоже не делают. Понимаете? Случайно никто не делают. Вот на Северном поле, в Северном полушарии, на Панаты, когда вообще... Так, что еще? Смотрите, что интересно. Я еще, смотрите, заметил. Про Фуко у меня еще опыт. Я попробую опыт сам сделать. У меня есть такая идея, такая. Я сделаю тоже опыт. Покажу вам. Правда, нет, тут шуфер. Давайте, смотрите. Вот диаметр земли 12 742 километра. Или... 12 742 километра... Вот так вот, километра. А на Вистяковском соборе, в Санкт-Петербурге, сделано было... В Ленинграде, вероятно. В Ленинграде, по-моему, в Ленинграде был, да. Сделано... Маятник Фуко. 98 метров, я думаю. Почти 100 метров. 98 метров. Я взял вот этот... Это что получается? Так... 12 миллионов 742 тысячи метров. Умноженное число Пи. Это длина окружности. Получилось у меня... Что тут у меня? 40 миллионов 30 тысяч 173 метров. И уже прибавилось 98 метров. Вот это высоту Санкт-Петербурга. Получилось у меня 12 миллионов 742 тысячи 98 метров. Умножил на Пи. Короче, разница получилась 308 метров. 308 метров. В течение сутки Санкт-Петербург он выше. И он движется быстрее. Как бы... Ну... Получается... Ну, так вот... Земля Шаржа. И это... Получается... Вон на 308 метров длина... 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 Макушка... Из Санкт-Петербурга... За час проходит... Почти 13 метров... 12.8... Почти 13 метров... А за 10 минут... Подумать только... Два метра... Два метра... Проходит два метра... И так вот этот... Вот этот маятник Фуко... Который в Исааковском соборе... Качался... Он бы... Чекаж здесь минут... Два метра... И Санкт-Петербурга... Проскакивает... Макушка... Понимаете? Получается... Он бы показывал... Подумайте... Внимательно... Подумайте... Он показывал бы... Запад и Восток... Потому что на Восток бы дальше бы... Отскачивался бы... И на песке рисовал бы... С этой стороны... Меньше... Как бы... А здесь побольше... Вот так вот... И можем было определить... Запад-Восток... По маятнику Фуко... Понимаете? А никто не определяет... Запад-Восток... По маятнику Фуко... Хотя... Говорят, что... Вращение Земли... Влияет на него... Дальше... А что же... Хотел-то еще сказать-то... А... Там говорят... Что... На Северном полюсе... Он там... Цветочки рисует... А на акваторе... Не может... Значит... По маятнику Фуко... Можно определить... Широту... Место расположения... Где маятнику Фуко... Там... Вот видите... Широта такая-то... А никто не определяет... Ну и еще... С этим... Что... Говорят... Пускоземельщики... Если подпрыгнуть на месте... Повыше... Земля же в это время... Крутнется... Ты должен приземлиться... В другом месте... Рядышком... Они тоже... Пример приводят... Едешь в автобусе... Автобус едет с огромной скоростью... Ты прыгаешь... И приземляешь в то же самое место... Почему? Потому что... Все... И автобус... И воздух... И ты... Лично... Едешь с этой же скоростью... Двигаешься... Давайте... Вот такой принцип... Они впихивают... Нам... И тут же говорят... Все... Работает... Ну... Кроме маятника... А маятник... Вот... Не двигаться... С этой же скоростью... Понимаете? Он как-то вот... Тормозит... Вот... Все... Двигаться... Ну... Тогда... Рады мои... Вот веревка... Маятник уже мешает... Мешает... Все равно как-то тянет за собой... Поэтому как-то... Ну... Ну... Вот решили... Веретолетик маленький... И что... Через какое-то время он что... В западную стенку врежется? Нет... Рады мои... Да... Этот... Фуко... Рады мои... Это фейк... Все... Ставьте нравники... Не нравники... Пишите отзывы... До свидания, рады мои...